С выше 3000 тонн бульбы и 2000 тонн яблок, а кроме этого еще больше за 4000 тонн городины, в планах панарихтовцы на межсезонный период. Уся эта продукция будет реализовываться на сельницу до наступного урожая. Для заховывания запасов в области делятся 52 сучастых городины с повыша. В работе по закладке фондов делятся гандлевые организации, споживкооперации и фермерские господарки. Цена на продукцию – один из главных факторов для споживца. У минулої годы она была регламентована. Если говорить по ценам, если еще несколько лет назад цены были регламентированы, по ценам, которые стоимости продукции, которая закладывалась, были ограничены, так и потом по реализации данной продукции, то в настоящее время цены не регулируются, и как по закладке, так и по реализации, а складывается непосредственно из той конъюнктуры рынка, и целый сегмент, который сложился. Областный центр панарахтовцы Городнины на межсезонный период уперены веками. По Бульбе усе планы выкрыли. Уже зараз коля 700 тонн. Ведь здесь с активной работой панарахтовцы Бураковка пустые морковые. Знающую финансовую допомогу в этой справе оказывает Брестский гармиканкам. Правда, свои коррективы уносятся на двори. Погодные условия, конечно, вносят свои коррективы, не очень хорошие по закладке продукции. Мы, конечно, закладку проведем в срок, она в этом году объявлена до 15 ноября, но качество продукции, конечно, желало бы лучшего. На этот межсезонный период областного центра потребуется коля 700 тонн Бульбы, что значительно меньше, чем в минулые годы. Извышлены 2000 тонн инжи Городнины. Этот покажет подрос амаль на 50%. Усё это будет реализовываться в гандровых кропках и поставляться в социальные установы. Але подрихтоваться до зимы можно уже и зараз. Набыть продукцию на специализованных термашах, которые в области будут спорцовать до конца Кастричника. Мы провели две из пяти запланированных ярмарок. Впереди третья ярмарка, которая пройдет 14 октября в шести микрорайонах города. Кроме четырех постоянно действующих ярмарок, это ярмарка основная у нас на проспекте республики у здания Белгостраха, ярмарка за Сумом, ярмарка на улице Рябиновой у рынка Приграничный сервис и на советской на парковочной стоянке Дедасперсии. Впервые в этом году мы проводим еще две ярмарки. Одна ярмарка будет у нас проводиться у торгового центра Экватор на улице Гаврилово и ярмарка на Варшавском Сарсе у гипермаркета Евроупт. О кроме Акермашов будут спорцовать и штадионные пляцовки для Ганлю с альгазпродукцией. Юрий Печур, Александр Стивицкий, телерадиокомпания Брест.